Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щеклана. Сегодня в парламенте Карачаева-Черкесии состоялась очередная 36-я сессия 6-го созыва. В его работе принял участие глава республики Рашид Темрезов. Депутаты рассмотрели 12 вопросов в повестке дня, основным из которых стал отчет министра внутренних дел Олега Мальцева и с проделанной работой. Подробности расскажет Мурат Жанкезов. Выступая перед депутатами, министр внутренних дел республики Олег Мальцев отметил общее снижение числа преступлений почти на 7%, а раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений достигло 100%. Безусловным приоритетом в работе министерства остается раскрытие убийств, умышленных причинений, тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и грабежей. Их раскрываемость остается на 100% уровне, за исключением убийств, раскрываемость которых составляет 76%. Не раскрыто 5 преступлений. Сразу прокомментирую, что из 5-3 преступления это преступления в отношении лиц пропавших без вести. Два преступления, это преступления, которые относятся к маю прошлого года в Малокарачаевском районе, по факту убийства Каитова и покушение на убийство его брата. Фигурант установлен, находится в международном федеральном розыске. По словам Олега Мальцева, штат участковых уполномоченных в республике составляет 191 единицу, а на их профилактическом учете состоит 635 человек. Есть серьезные проблемы с созданием для участковых надлежащих условий. В июле 2020 года законодательно закреплено возвращение органам местного соуправления полномочий по предоставлению жилых помещений участковым. Актуальным остается представление местными властями служебных помещений для участковых. С учетом анализа оперативной обстановки, такие помещения необходимы в населенных пунктах. Я попрошу присутствующих здесь глав сделать пометки. Это село Элькуш, Малокарачаевский район, Вакожили, Адыгехабльский, Садовый Адыгехабльский, Адильхалк Ногайский, Псаучья, Дахехабельский район, Мичуринский, Прикубанский, Нижняя Таберда, Карджурд, Карачаевский район. Рассчитываем на ваше внимание и поддержку в решении указанных вопросов. Олег Мальцев доложил результаты работы по всем направлениям и ответил на вопросы депутатов. Затем министр выполнил приятную миссию. От имени министра внутренних дел России Колокольцева медаль за вклад в укрепление правопорядка вручена руководителю администрации главы и правительства Карачаева Черкесии Мурату Озову. Глава республики Рашид Тимрезов поблагодарил в лице руководителя личный состав МВД за хорошую работу и обратил внимание руководителя администрации районов усилить взаимодействие с органами внутренних дел. Далее депутаты рассмотрели и одобрили проект закона о республиканском бюджете на 2022 год. Общий объем доходов составил чуть более 34 миллиардов рублей. Внесены изменения, предусматривающие увеличение финансирования различных министерств и ведомств. Также депутаты одобрили ряд законопроектов, разработанных с целью приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. Пандемия 2020 года стала главным и всеобщим потрясением, но жизнь преподнесла нам другие трудности. Мир вводит новые санкции против России в ответ на спецоперацию, которая ведется на Украине. Пестрят фотографии в соцсетях с фотографиями пустых полок. Что же на самом деле происходит в магазинах нашего региона, столкнулись ли с дефицитом ключевых продуктов и что на самом деле больше заботят жители нашей республики, а также как обстоят дела на производственном фронте. Ответы на эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Ситуация, когда, грубо говоря, людям будет нечего есть, к счастью, не грозит. По большому счету, хватит и гречки, и мясо, и яйца, и рыбы, и молочной продукции. Полки в магазине не пустуют, сахар есть и в разных весовых категориях, и от разных производителей. Специалисты Министерства сельского хозяйства вместе с другими ведомствами производят ежедневный мониторинг цен на продукты первой необходимости и их обеспеченности населению. Анализируя стоимость сахара на сегодняшний день, отметили снижение на 12% по сравнению с предыдущей неделей. Записываем цены, сводим информацию в Миндром, и они непосредственно управляют правительством. Повышение цен за последние два дня не наблюдается. Дефицит в продуктах? Дефицита тоже не наблюдается. Товара предостаточно на полках, всё хватает. Конечно же, в России своего продовольствия более чем достаточно, но всё же малая часть населения подаётся страху дефицита. Но не все. За сахаром мы не дерёмся, как показывают где-то в Москве, Санкт-Петербург. Мы закупаем по мере необходимости. Допустим, нужен килограмм сахара, зашли килограмм сахара. Да, цены кусаются, но, впрочем, не так тяжело. Зарплаты не повышаются. Вот, ну как-то так. Я уверен, что всё будет хорошо. В сложившейся ситуации я абсолютно не испытываю паники, никак ничем не запасалась, потому что чем больше мы запасаемся, тем меньше продуктов хватает другим людям. Действительно, как видим, ажиотажа нет. Нет, что не скажешь о ценах. Они реально выросли, говорит покупатель магазина Надежда Васильевна. Заходишь каждый день и видишь на эти баснословные растущие цены, вот это прежде всего доканывает. Так не должно быть. Впереди такие большие праздники для нас, христиан русских. Пасха, провода. Это что такое? Цены вчера вот смотрю на эти конфеты. Боже мой. 80 рублей. 800 рублей килограмм конфет. Тысячу рублей. Данное обстоятельство обязывает в короткие сроки предприятиям всех отраслей экономики страны заняться анализом рынка, адаптируясь к созданным условиям. Нужно не только выстоять, но и желательно нарастить объёмы производства. Это нелёгкая задача. Я думаю, что сельское хозяйство в целом страны, и в том числе Карачаево-Черкесской республики, все эти моменты, конечно, переживёт. Даже если посмотреть на готовую пищевую продукцию, которая производится у нас в республике, собственно, процентов на 70 мы обеспечиваем своё население, местное население. И даже вывозим за пределы региона. К концу апреля предприятия уже должны прийти к пониманию того, как санкции повлияли на себестоимость продукции. И на сколько процентов она повысилась. Вот тогда уже будет другой алгоритм расчёта в определении экономических результатов. Альбина Ламкова, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Альбина Ламкова, Максим Долгов. В Черкесске ночью без существенных осадков, днём слабый дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 15-20. Температура ночью минус 2-4, а днём 3-5 градусов выше нуля. В Кисловодском цирке каждые выходные московская шоу-программа «Джемели» для жителей Карачаева-Черкесии. При покупке билетов на сайте цирка и по промкоду «Шоу-Цирк» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1500 рублей. Гастроли шоу-программы «Джемели» продлятся до 17 апреля. Продолжаем выпуск. Вестью зооперштаба. Сегодня в Карачаеве-Черкесии выявлено 34 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 058 человек. Из них 42 674 выздоровели, 68 человек госпитализированы. В республике составилась проверка готовности сил и средств к предстоящему поводка опасному и пожароопасному периоду. Смотр техники прошел в Черкесске. Его провели председатель правительства республики Мурат Аргунов и начальник главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Галакаленко. Подробности у Али Баташева. Пожарные машины, трактора, автобусы, квадроциклы и даже маломерные суда. Эта плановая штабная тренировка собрала представителей всех городов и районов республики. Более 80 единиц техники и 230 человек личного состава. Все они входят в единую государственную систему предупреждений ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безаварийного запуска весеннего половодия, а также защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. Для обеспечения аэромобильной группировки у каждого человека есть укладки, которыми обеспечивали. В укладке есть все необходимое, чтобы когда выезжаем на чрезвычайные ситуации, это то подтопление, то пожары, другие неслихийные бедствия. Всеми укомплектованы имуществом. Там есть у нас и посуда, и термобелье, и костюмы спасателей, летняя форма, зимняя форма. Это для каждого индивидуальной укладки. Начальник главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко и председатель правительства республики Мурат Аргунов проверили готовность сил и средств, проинспектировали вопросы системы антикризисного управления, документы по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и дали свою оценку. Провели проверку готовности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На сегодняшней площадке было представлено более 80 техники и более 200 человек личного состава. Готовность в регионе очень высокая по ликвидации ЧАЭС, период пожарной опасности и паводкового периода в регионе. Проводим проверку субъекта готовности к реагированию. Поэтому в рамках этой проверки будут проводиться учения по ликвидации лесного пожара и паводка в Карачаевском муниципальном округе. А как вы оцениваете результат готовности ваших подразделений? Я оцениваю готовность всей территориальной подсистемы Карачаево-Черкесской республики как готова к реагированию по предназначению. Сил и средств достаточно. Степень готовности на должном уровне. Их эффективное взаимодействие проверят в ходе совместных учений, которые пройдут в конце марта текущего года. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Депутаты Народного собрания и члены партии «Единая Россия» проинспектировали ход строительства начальной школы в ауле Козылкала у Джигутинского района. В настоящее время осуществляется капитальный ремонт и реконструкция здания. За ходом строительных работ наблюдала и наша съемочная группа. Подробности у Мурата Джинкёзова. Со временем начальная школа в Козылкале потеряла свой первозданный вид, а состояние инженерных систем стало непригодным. В настоящее время в самом разгаре тяжелые строительные работы. Снесли крышу, до кирпича отбивают стены, вскрыли полы и так далее. На данный момент проведены демонтажные работы, разобрана крыша, будем перекрывать свежую кровлю, будут накладываться. Сняли старую штукатурку, обрабатываются стены, разобраны старые печки, на их места убираются и будет, значит, отопление будет уже современно делаться. А то раньше здесь стопили печным топливом, наверное, подъезжая, видели кучу угля. Ну, конечно, в соответствии с тем проектом, который был предоставлен, подрядчик ведет работы. На данный момент выполнен такой объем работы. Строительные работы охватывает все здание. Капитальный ремонт предполагает укрепление конструктивных элементов с заменой всех инженерных систем. В Карачаево-Черкесии до начала нового учебного года капитально отремонтируют 23 учебных заведения во всех городах и районах. За ходом строительства проводит постоянный мониторинг специальная комиссия в составе депутатов Народного собрания и членов партии «Единая Россия». Это один из 23 объектов, где проводится капитальный ремонт. И сегодня мы проводим мониторинг того, как идет ход строительства. Мы увидели, что все идет согласно плану. Сейчас проводится демонтаж поверхностей, подготовка здания, демонтирована крыша. То есть все идет согласно плану. Мы остались довольны увиденным. Мы пообщались с коллективом школы, узнали, что они хотели бы увидеть. Их пожелания обязательно будут учтены. Школа будет соответствовать всем современным требованиям и стандартам. Для учеников и их учителей школа – это второй дом. И он должен быть современным и уютным. Строители заверили, что все работы ведутся в соответствии с графиком. И уже летом можно будет приступить к обустройству помещений и прилегающей территории. Мурат Шантьозов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Уст-Джиутинский район. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин